Привет! Я с Женей расскажу о самых последних новостях в сфере виртуальной и дополненной реальности. Нет, я, конечно, могу показать, как делать мейкап, но это не очень интересно. Так что оставайтесь со мной, и вы узнаете. Что думает порно-звезда Саша Грей о VR-порно? Как примерить новую одежду, не посещая магазин? И какая игра стала лучшей в 2016 году? В Японии завершился самый любимый среди геймеров фестиваль Tokyo Game Show. В этом году событие побило все рекорды посещаемости. На него притащилось почти 3000 человек. А знаете почему? А потому, что на фесте можно было бесплатно поиграть в виртуальные игры. Стенды с модными VR-шлемами чуть не снесли желающие попробовать новинки. Некоторые не гнушались длинных очередей, лишь бы хоть на 5 минут окунуться в виртуальные миры. Организаторам такой ажиотаж понравился. 300 тысяч посетителей – это лучший результат за 20-летнюю историю фестиваля. Возьмем программы, естественно, стала Sony PlayStation VR. Куда без нее? Создатели приставки даже сочинили рэпчик специально для фестиваля. Песня всем понравилась, но главный приз мероприятия «Игра года» прошел мимо Соньки. И достался мультяшной игрушки для Nintendo Splatoon. Вот так вот. Также, кроме игр, песен и плясок, на выставке представили и новые гаджеты. Например, VR-рюкзак. Ну, это такая специальная сумочка с компом внутри, чтобы не путаться в проводах. Представила чудо техники на выставке компания MCI. Рюкзак так и называется MCI VR One. Причем до этого тайваньский лидер в производстве ноутов уже выпускал что-то подобное. Но на этот раз разработчики пообещали, что новый VR-рюкзак просто отпад и вау. К тому же он самый легкий среди виртуальных рюкзаков. Весит чуть больше трех килограммов, но при этом очень мощный и бесшумный. Правда, и стоит нехило – 2200 долларов. Зато с ним комфортно и провода от виртуальных шлемов больше не страшны. Кстати, для излюбленной Sony PlayStation 4 такая штука не канает. Ой, снова я вспомнила про нее. Но что делать? Консоль последнее время в каждой бочке затычка. В общем, у Соньки случилась радость. Больше от обители зла VR никого не тошнит. Хотя разработчики специально пробуждают в игроках, простите, рвотные рефлексы. Изначально всех тошнило от того, что в шлеме тормозила картинка. Недочет вроде устранили. Зато сюжет сделали таким, что вам точно станет плохо и так, даже без шлема. В новом трейлере создатели показали, что ожидает игрока. Короче, в одном из эпизодов он приходит на ужин к маньякам. А там на столе вместо индейки – кишки, языки и прочей части убиенных жертв. Причем деликатесы хозяева вам суют и пихают прямо в лицо. В общем, вкуснятина. Саша Грей точно выстошнила от такого. Думаете, что это я про нее заговорила? А дело в том, что бывшая порно-актриса посмотрела фильм для взрослых 360 и вынесла свой вердикт. Она сказала, что ей не нравится, когда все достоинства актеров и актрис прыгают у нее прямо перед лицом. Странно, конечно, такое слышать от порно-звезды, но тем не менее. Саша оказалась очень тонкой натурой, которую голая попа в режиме 360 подвергла в настоящий шок. О своем моральном потрясении порно-актриса сообщила одному из телеканалов. Также Саша уверена, что виртуальное порно никогда не заменит обычного и даже может оттолкнуть зрителя. Ну, видимо, ей достался какой-то неудачный ролик, как и этим бедолагам. What the fuck? Кстати, саму Сашу голой в формате 360 мы никогда не увидим. В свои молодые годы она уже на порно-пенсии, можно сказать, ветеран труда. И еще немного о голых и смешных. На неделе моды в Лондоне состоялся показ в формате дополненной реальности. Все бы ничего, да только модели на нем были, в чем мать родила. Ну, что не сделаешь ради искусства. По слухам, изначально модели вообще были абсолютно голыми, но потом над ними сжалились и отдали трусы. Скандальный показ дополненной реальности устроил онлайн-магазин «Одежды Лист». Причем примерить на модели новинки при помощи специального приложения и планшета мог любой желающий. Несколько часов они просто стояли и улыбались, пока их не такие продвинутые коллеги по старинке отдувались на подиумах. Кстати, примерить одежду виртуально теперь могут не только модели, но и обычные смертные. Многие магазины даже обзавелись специальными зеркалами, которые сами подбирают вам образ, стиль, лук, ну, как там это называется. Зеркала дополненной реальности уже начали появляться во многих торговых центрах Америки и Европы. Администраторы бутиков не нарадуются, теперь нет толкучек в примерочную, теперь покупателей невозможно оторвать от зеркал. Ведь это сколько всего можно перемерить, не снимая собственной одежды. Не отстают и интернет-магазины предлагают пользователям устроить виртуальную примерку при помощи планшета, специального приложения и все той же дополненной реальности. Единственный минус виртуального переодевания – это то, что ты не чувствуешь, как обновка сидит на теле, поэтому есть риск купить одежду не по размеру. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вам всегда будет сухо и комфортно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok